Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Я рад вас приветствовать. Меня зовут Русских Иван. И сегодня, в сегодняшнем выпуске, я так экспрессно пробегусь по многим вопросам с фотографиями, которые касаются симптомов повреждения рассады. Итак, проблема номер один, фотография номер один. Перец сбрасывает листочки. С чем это может быть связано? Сразу скажу, что подобного рода проблемы зачастую связаны с недостаточностью корневой системы. Вот здесь бы мне хотелось знать, как давно была проведена пикировка, как давно пересадили этот перчик. Но в любом случае, я порекомендую вытрясти этот перчик из стаканчика и посмотреть, каково состояние корневой системы. Скорее всего, что при пикировке корневая система была очень сильно повреждена и просто здесь, может быть, залитие было, может быть, холодной водой полили. Но, как правило, вот такой сброс листочков у перца, да и у других растений, связан с каким-то повреждением корневой системы. Что теперь можно сделать? Во-первых, проверить, нет ли застоя влаги, хорошо ли устроен дренаж. Во-вторых, действительно вывернуть корневую систему и посмотреть, есть ли вообще там в наличии белые корни. Если они есть, что-то сделать можно. Если белых корней нету и тем более там в основании, может быть, есть перетяжечка, то такой рассаде уже каюк и спасать ее нет никакого смысла. Переходим к следующей фотографии. Здесь целый букет фотографий. Это хорошо, что так много фотографий. И симптомы здесь, конечно, неутешительные. Скорее всего, сразу скажу, что ничего хорошего здесь не будет. Мне было бы хорошо узнать, насколько часто и густо здесь использовались гуматы. Такие симптомы бывают в том случае, когда гуматов было добавлено слишком много. Очевидно, корневая система также повреждена и здесь вообще есть какая-то серьезная системная проблема. Я вижу здесь уже даже вторичную инфекцию. Надо сказать, что вот такие повреждения, начиная с верхушки, часто характерны как для вирусных заболеваний, так и для повреждений различными химическими регуляторами роста, в том числе гербицидами. Ну, понятно, что по этой рассаде никто гербицидами не пшикал, но если вы здесь, возможно, применяли какие-то стимуляторы роста, то не исключено, что это их действие. Кроме того, вот такие повреждения, вот именно верхних листочков, очень-очень характерны для бактериального рака томата, который вызывается клавибактером мичиганенсис. Но для точной диагностики здесь, конечно, надо отбирать пробы, потому что растение слишком юное для того, чтобы можно было сказать наверняка. К сожалению, с этой рассадой, я уверяю вас, придется распрощаться. Вот следующее фото, которое я вижу, тоже оно нисколько не утешает. Здесь тоже хотелось бы получить информацию, касающуюся, как давно была проведена пикировка, пересадка в этот горшочек. Здесь, конечно, вот это скручивание рассады кверху и фиолетовая краска говорит в первую очередь о том, что здесь имеется острая недостаточность корневой системы. Кроме того, мне кажется, что здесь будет слишком закислен грунт. Из-за неадекватного грунта здесь имеется вот такое вот фосфорное голодание. Но дело не в том, что фосфора не хватает, а дело в том, что растение его категорически не усваивает. Поэтому хотелось бы как бы больше информации получить о грунте, что это за грунт, покупной грунт, откуда его брали. Но главное, ну вот этот экземпляр, именно этот экземпляр, с ним придется распрощаться. Восстановить его уже до нормального состояния, к сожалению, не получится. Ну а нужна проверка грунта, потому что грунт здесь явно плохой. Следующая проблема, следующее фото. Здесь несколько видов рассады. Здесь имеются и томаты, и перцы. Я вижу здесь комплексное, просто такое комплексное острое голодание. Нехватка питательных веществ. И здесь надо понимать, проводились ли, здесь азота не хватает, здесь магния не хватает, здесь калия не хватает. Вот смотрите, на первом фото не хватает магния, возможно железа, хотя магния скорее всего. Верхушечки здесь не особо видны. Вот здесь вот точно не хватает магния и азота. На следующем фото, здесь вообще комплексное голодание, острая нехватка калия. На следующем фото, острая нехватка калия и азота. На следующем фото здесь вообще не хватает всего, там скорее всего вообще нет корневой системы. На этом фото также магниевое голодание, если верхушки бледные, тоже имеют такие же симптомы, то это еще и нехватка железа. Здесь проблема грунт, грунт не является дружественным и там явно совершенно не развита корневая система. Следующее фото касается такого подкручивания немножко листочков и верхушечки закрутились, не растут, вредителей не видно. Эта проблема скорее всего связана также с недостаточностью корневой системы, как будто пылью они здесь прибиты немножечко. Во-первых, я бы хотел обратить внимание на некоторую мраморность листочков, семидольных листочков. Надо обязательно посмотреть, не гуляет ли там уже паутинный клещ. И еще хочу обратить внимание на то, что грунт явно не дружественный. Вот это искривление верхушки точно показывает, что здесь никакой инфекции нету, но здесь не дружественный грунт. Возможно он был перелит, корневая система развивается точно плохо. Надо организовать хорошие комплексные подкормки обязательно с нижним поливом, обязательно только после того, как земляной ком как следует промокнет. Но вот здесь на семидольных листьях, на этом последнем фото, здесь есть язвочки. Вот такие вот язвочки обязательно проверьте наличие здесь паутинного клеща. Тогда можно будет еще что-то повторно поговорить. Что происходит с рассадой помидор? Это следующий, так сказать, крик души. Здесь тоже нет никакой инфекции. Инфекции я здесь не вижу. Я вижу здесь недружественный грунт и нехватку элементов питания. Здесь нужна хорошая комплексная подкормка и нижний полив. То есть все, что я сказал к предыдущему совету. Следующая фотография, что с моими томатами. На листьях желтые мелкие пятна. Смотрим на это фото. Конечно же, это типичные признаки хлороза. Здесь обязательно необходима вне корневая подкормка комплексная со всеми элементами питания. И в первую очередь с магнием и железом. У нас рецептов на канале достаточно много на эту тему. Следующий вопрос касается обсуждения посадок в маленькие емкости, потом в большие. Вот один и тот же сорт. Пикировка в одни и те же сроки как бы была проведена. Но вот в больших контейнерах оно лучше растет, а в маленьких хуже. Сорт Big Beef на фото. Могу сказать так, что качество рассады на этом этапе определяется не размером верхней части, а размером корневой системы. Поэтому для оценки качества рассады было бы хорошо точно посмотреть, насколько адекватно развита корневая система здесь. Если она развита хорошо, то и хорошо, конечно. Если она развита недостаточно, это будет говорить о том, что есть дисгармония роста надземной части и подземной части. Вообще у рассады самое главное не столько вершки, сколько корешки. Следующее фото, что бы это значило, неделю назад были красивые. Могу сказать, что вот подобного рода симптомы очень характерны для перекорма. Когда полив осуществлялся какими-то очень концентрированными растворами удобрений. Такое бывает. И вот в таком случае начинается вот такая вот история. То есть для того, чтобы понять, что неделю назад было хорошо, а сейчас стало плохо, надо точно знать, что за этот период произошло. Потому что иначе это превращается в гадание на кофейной гуще. Мне кажется, что здесь был какой-то перекорм. Слишком высокая концентрация удобрений была внесена. Следующая серия фотографий. В возрасте 6 листьев у томатов стеблей стали покрываться белыми выпуклыми наростами. Листья стали отваливаться подкармливым монофосфатом калия. Что бы это могло быть? Глядя на серию этих фотографий. Вот на самой первой фотографии. Обратите внимание на стебель в основании. Он полупрозрачный. Это говорит о том, что здесь пошла инфекция. Листья стали увядать. Давайте смотреть дальше. Вот на следующем фото из этой же серии мы уже видим увядшие листья. Здесь уже пошло увядание. На следующем фото мы уже видим буквально гибель. Гибель основания стебля. И здесь проявление какого-то белого налета и пушка. На следующей фотографии из этой серии также видим признаки увядания и повреждений. И на следующей фотографии также видим такую перетяжечку. Как бы уже полупрозрачное подгнивание в основании стебля. Я могу сказать так, что это скорее всего фузариозное увядание. И вот на третьей фотографии этой серии, где уже имеется белый нарост, это не что иное, как мицелий. Мицелий здесь увядание. И вот те экземпляры рассады, которые вот таким вот образом повреждены, надо немедленно уничтожать. Восстановить их уже невозможно. И надо максимально обильно использовать препараты сенной палочки. Потому что на заднем фоне я вижу, что есть хорошие, здоровые, красивые, даже немножечко жирующие экземпляры. Это не страшно. Пускай поджировывают. Это рассада. Она должна иметь хорошую вегетативную массу. А здесь, к сожалению, у вас завелся, ну, скорее всего, фузариоз. Одно из наиболее опасных заболеваний томата. Следующая серия фотографий. Здравствуйте, только у рассады томатов как две недели, края листьев загибаются наружу, хотя я вижу, что внутрь. Листья скручиваются, вредителей не обнаружила. Некоторые листья немного фиолетовые. Подкормила, что делать? Ну, вот такие симптомы подкручивания к низу молодых листьев, они, ну, в общем-то, не являются какими-то сверхопасными. Это говорит лишь о дисбалансе корневой системы и надземной части растений. Если сейчас вы сделаете какие-то укрепляющие энергетические подкормки, здесь, кстати, советуют один из пользователей гентарной кислотой, то это хорошо. Здесь, кстати, совет, который здесь дан именно на портале про цветов.com, очень толковый. Что здесь есть проблема усвоения элементов питания, и мне кажется, именно из-за того, что корневая система плохо нарастает, надо ее стимульнуть. Можно стимульнуть янтарной кислотой по листу, можно стимульнуть проливом препаратом стимул, препаратом гулливер. То есть, надо сделать стимуляцию роста корневой системы по любым из вариантов, которые у нас имеются на сайте, ну, и которые имеются в арсенале. Следующая фотография. Скажите, что с рассадой. Она слабенькая. Совет дается, что это магниевое голодание. Да, действительно, это голодание. Но я не думаю, что это голодание связано с недостатком элементов питания в грунте. Это голодание связано с недостаточностью развития корневой системы. То есть, элементов питания хватает, а вот корневая система не может нормально их усваивать. Здесь подкормки магнием, там, скорее всего, не очень-то помогут. Здесь поможет стимуляция роста корневой системы. У нас, опять же, имеются советы, как простимулировать корневую систему, рост корневой системы. Ну, и все предыдущие советы, они также являются вполне адекватными для этого случая. Отпадают смедольные листья на рассаде томатов. Это уже следующее фото. На центральной жилке листа видны повреждения с лицевой стороны. Могут ли быть трипсы и как от них избавиться? При осмотре никого не обнаружило. Ну, посмотрите, если бы здесь были трипсы, то вы бы их точно увидели. Они бы там бегали. Надо, конечно, внимательно, может быть, вооружиться лупой или телефоном с увеличением, как бы фотографии с увеличением, зумом сделать. Посмотреть, нету ли там случайно паутиного клеща. Потому что вот такая мраморность на семидольных листьях может быть характерна для паутиного клеща. Если же ничего этого нету, предпримите меры по стимуляции роста корневой системы. Следующее фото. Листья скручиваются. Это питунья. Какие могут быть причины здесь? Ну, такое скручивание листьев часто характерно для комплексного микроэлементного голодания. А также недружественный грунт. Или в грунте также может быть слишком много каких-то стимуляторов. Ну, например, перекормили гуматами. Опять же, без указания всей технологии, вот что вы делали, куда вы сажали, чем вы кормили, как давно, без вот этого дневника огородника, купите дневник огородника, заполняйте его и ведите его для того, чтобы здесь записать всю историю. Тогда точно можно будет сказать, в чем дело. Ну, вряд ли здесь может быть какая-то гибель. Здесь есть точно какой-то дисбаланс элементов питания. Сделайте здесь комплексную подкормку с микроэлементами и, скорее всего, у вас здесь все наладится. Следующая серия фотографий. Подскажите, пожалуйста, что это за напасть. Листики подсыхают. Температура 19-20. Постоянно пользуюсь при поливе микробиологическими препаратами на основе Bacillus subtilis. И, насколько я понимаю, это комплекс, биокомплекс БТУ. Здесь также наблюдается острая недостаточность корневой системы. Вот подобного рода препараты опасны тем, что если им пользоваться слишком часто, они в своем составе могут содержать молочнокислые бактерии и метаполиты молочнокислых бактерий. Грунт может перекисляться этой молочной кислотой и молочнокислыми бактериями. В результате чего могут нарушаться процессы усвоения элементов питания растений. Поэтому вот такие препараты слишком комплексные, тем более с молочнокислыми бактериями, слишком часто применять не следует. Здесь одно из двух. Или грунт недружественный, или недостаточность корневой системы, или переизбыток. Ну, вот по всем, вот эта бледность вся, она говорит о том, что либо недружественный грунт, либо имеется недостаточность корневой системы и нарушение усвоения элементов. Вытрясти пару растений, посмотрите на их корневую систему. Не используйте этот препарат, используйте его потом, когда уже растения окрепнут, станут хорошими и сейчас проведите мероприятие по укреплению корневой системы. Вообще, по большому числу случаев, которые сейчас я осмотрел вот все эти фотографии, чаще всего они связаны с недостаточностью корневой системы, с плохим развитием корневой системы. То, о чем мы все время говорим. Ну, и в заключении, скажите, пожалуйста, кто искусал листья перцев? На одном снимке видны черные точки. Надо поискать, кто искусал эти листья перцев. Ну, там кто-то точно есть, кто мог искусать эти листья перцев. Хотя, на самом деле, я думаю, что это не насекомое, это не повреждение насекомыми. Это несколько иная причина. Такие деформации листьев перцев, в принципе, характерны. Бывают и связаны они с, опять же, плохим развитием корневой системы, неравномерным поступлением элементов питания. Я думаю, что здесь никакими инсектицидными препаратами работать не нужно. Эти черные точки имеют иное происхождение, нежели чем, ну, какие-то следы жизнедеятельности насекомых. Думаю, что комплексная подкормка с микроэлементами, вне корневая и корневая, вам вполне поможет укрепить ваши перцы. Вот если бы вы здесь сфотографировали стаканчик, и мне посмотреть на корневую систему, и получить информацию, как давно вы провели пикировку, то я бы ответил вам гораздо лучше. Ну, вот на последнем фото, здесь как бы немножко видно, что, ну, как будто бы действительно кто-то укусил-откусил. Ну, вы, конечно, можете сделать профилактическую обработку препаратами, но если вы не нашли у себя дома, кто их кусает, ну, сделайте на всякий случай, потому что ни на первом, ни на втором фото это не повреждение насекомыми. А вот на третьем фото, ну, что-то вроде бы такое угадывается, может насекомое, может не насекомое, ну, вроде бы кто-то его куснул. Хотя, я меньше всего, я подозреваю, что это повреждение насекомыми. Но обработать липидоцидом, бетоксибацелином или их смесью здесь не помешает. Но самое главное, сделайте хорошую подкормку, которая простимулирует рост корневой системы. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что вот важность стимулирования роста корневой системы, она, ну, в общем, осознанна, она понятна. Вы посмотрите весь комплекс наших роликов по поводу усиления развития корневой системы уроссады, по стимулированию развития корневой системы уроссады и примените все эти методы для того, чтобы устранить все эти проблемы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok